Всем привет! Сегодня едем на базу Баскак. Посмотрим какая у них рыбалка и что там вообще можно впоймать. Вот сегодня туман у нас на улице. Все в путь. Вот такая вот дорога на базу Баскак. Субтитры делал DimaTorzok Нет, б** Пипец, б**ь, дорога. Ну вот мы и на месте. Дорога, конечно, пипец, б**ь. Вы приехали. Дорога. 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 На канал и сдохновение непмеcauseка. Вот так мы поехали, теперь все в гриве. Андрей пошел осмотреть место, где сюда добраться. А в интернете писали везде, что здесь Грабин все посыпано, проехать можно без проблем. Насоску попробуем, что здесь есть и там горох. Манка и, по-моему, овсяные хлопья и крючки с пенопластом, что будет. Следующая удочка. Попробуем на червяка и на пасту. Вот специальная паста форелевая и также на карп она идет, американская специальная. Посмотрим, на что выстрелить в первый раз на водоеме. Наши соседи уже успели что-то поймать. Прям таким чесноком, еще такой приправой. У нас запах, конечно, специфический. Пробуем. Пробуем. Забиваем кормаки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прикормка 3000. Самый лучший на рынке для карпов. Усилитель вкуса. Усилитель клёва. Из-за вот такого усилитель клёва придумали. Это мелиса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Инстаграм Утасила. Я, короче, в воду прыгнул. сам момент заснять не успели у нас поспевали шашлычки сюда и вот такой карбалит пипец огромный трофейная рыба первое на сегодня конечно клюет пипец удочку я не утащил еще пришли бы уплывал готовы штучки тут у нас жарятся грибы мясо уже готово осталось грибы дождаться вот он шашлычок подоспел время обеда сейчас удочки закинули в жизни форель вот так она выглядит сейчас мы намажем червя и попрет сумасшедший плев когда вот на водоемах плохо клюет можно делать вот такую вот вещь брать прям звёздочку и мазать прям червя этой звёздочкой тогда и ядрёный запах получается и именно карп с карасём на него реагирует очень сильно точнее даже наверное больше все реагирует карп так прям его мажем мажем запах есть вот и старая звёздочка я в том году и пользовался он должен отработать намазываем червя начинает пахнуть сейчас попробуем все теперь будем ждать пока она клювать начнет но тут на этом водоеме почему-то клюет на чеснок на специально такие штуки вот почему-то вот именно хорошо на это клюет поймали уже одного большого карпа и форель именно на вот это вот он чеснок это кстати хорошая фирма и паста такая вот паста американская гултап она вот хорошо вот на крючок если на поплавочную или в комбайн её по чуть-чуть ложить чтобы для запаха для привлечения внимания хорошо работает сейчас чуть подковное место закинули сейчас чуть подковное место закинули это всё время что существует прудка сказали только поймали дыра в толстолобе ну вот сейчас попробуем такую вот что у нас гидропомпа для толстолоба трава сейчас попробуем что из этого получится приехали в 6 утра сейчас 3 дня ну 3 часа дня то есть порабачили мы в принципе нормально поймали рыбу а то карпа а то форель не знаю с чем это связано мы поймали может быть улюблёвание так как мы в первый раз на этом будуе я не знаю углевала конкретно и сказали то что частые покровки нет то есть там 100% ну ну вот скромный улов наш хотелось бы конечно побольше поймать ну не знаю надо спросить у местных на что они ловят в общем то уже почти собрались осталась в кресло ну возможно еще вернемся сюда все выехали мы с базы когда выезжаешь нужно взвешивать рыбу мы подъехали у меня была рыба в пакете взвестили у них на весах получается как раз я уложился в эти полторы тысячи рублей которые ну взнос был когда я заехал путевка стоит полторы тысячи окрасов и давно вложился по весу как раз там это две рыбы было они не поверили тут то что у меня две большие рыбы и попросили бы чтоб я открыл багажник и двери в машине ну короче все пришлось выкладывать из машины они посмотрели у меня всю машину пакеты показали все что в машине пакеты да они думали что я реально там какую-то рыбу спрятал и мимо них я хочу его вывезти просто они поверили что я за все время поймал две большие рыбы а все остальное не поймал ну вы свидетели вы все сами видели что реально две рыбешки и две поклевки и все больше вообще никакого никакого клёва хотя я у них спросил когда вышел говорю у вас есть это прикормленные места там допустим где где юрту вы же там прикармливаете потому что изначально когда приехал парень который брал деньги он говорит типа там где юрты там больше вероятно что поймали большую рыбу потому что там ну они наверное сто процентов там прикармливают по-любому потому что не просто так там стоят юрты там люди отдыхают ну я у него спросил он сказал что ну когда уже выезжал был другой парень не тот который их принимал и сказал что типа они ничего ну никакие места там не закармливают ну не знаю правда это или нет ну факт в том то что мы ловили поймали две рыбы и все потратили полторы тысячи за путевку приехали в 6 утра уехали в 4 вечера ну вот и все в принципе единственный минус это дорога которая там если прошел дождь смысл смысла ехать туда вообще нет никакого потому что там по любому вы застрянете ну проблематично будет вообще там грязная машина и вообще дорога ничем не засыпанная ни гравером ничем Доприко уехали да сказка кто остался по такому дождю как они уезжать будет вообще невероятно так вот форель разделывается она как окунь или как щука то есть она не чистится а прям шкурка снимается с этого с мяса то есть по чуть-чуть по чуть-чуть она уже выпорошили разрезали по хребту и вот мы разделали рыбу вот он карпик вот от него икра полный карп икры был и форель разделали вот все получилось а и а и а и и и Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!